Привет! Сегодня мы будем готовить тушеную капусту, которую можно использовать как в начинку для пирожков, так и как гарнир. Сегодня я хочу потушить капусту на гарнир к мясу. Такую же капусту можно использовать для начинки в пирожки. Можно добавить туда еще мясо. О, фаши прокручены. Но я делаю просто как гарнир. Можно использовать ее как гарнир к рыбе и к мясу. Итак, нам нужны капуста, лук, морковка, перец черно-молотый, соль и масло растительное для того, чтобы обжарить. Капусту убираем в плохие листья, непригодные. Теперь обрезаем пирожку грязную и моем капусту. Теперь нужно ее порезать. Лук и морковь также чистим и моем. Капусту режем напополам. И потом еще наполовину. Капусту режем с двух сторон, небольшими, такими ноличками. Доходим до кочерыжки и кочерыжку оставляем, потому что она твердая капуста. И она будет очень грубой. Даже если она потушится, то это будет не очень хорошо, если она будет выпадаться. Вот эту вот часть можно уже выбросить. Мелко режем лук. И натираем на терке морковку. Ставим сковороды на огонь. Одну для капусты, а другую для лука с морковью. Наливаем на сковороды немного масла. Растительного. Масло нагрел. Насыпаем. Обжариваю с кубок. И прогибаю температуру, чтобы он не горел. Обжариваю с кубок. И насыпаем по пистолету. Все не бывает на лук. Добавляю морковь. Добавляю морковь. Добавляю морковь. Добавляю морковь. Капусту, конечно, лучше брать белокочанную. Но сейчас просто не сезон. Капуста только-то расстанавливается. Видно, еще не до конца поспела. И вот такие продавцы в морозине. Помешиваем, чтобы морковь стала мягкой. И капуста тоже должна стать мягкой. Потом соединяем с солью. Добавляем перчатку. И лавровый лист. Нужно накрыть крышкой, чтобы она лучше пропарилась. Капуста уже почти мягкая. Началось слегка обжариваться. Нужно немножко убавить температуру. И добавим сюда морковь с луком. Нужно добавить сюда пару лавровых листов. Соли. И перчатка. Нужно взять горошку. Он просто немножко выровняет. И добавить. Все это хорошо перемешиваем. И накрываем крышкой. И даем еще немножечко вытушиться. Капуста уже готова. Перемешиваем. И можем ее подавать. Капуста готова. Ее можно подавать, я еще раз скажу, с мясом. Можно подавать с котлетами, с сосисками, с рыбой, с курицей. С чем угодно. На что у вас есть фантазия. Приятного аппетита.